напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так в каком советском городе был открыт первый цех по производству пепси а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео весной 1974 года в новороссийске открылся первые в ближайшие 24 года единственный в ссср цех по производству пепси только здесь заветный заграничный напиток можно было приобрести спокойно и без всяких очередей прямо на улице стоила одна бутылка 45 копеек против 15 копеек за обычный советский лимонад но можно было выпить пепси сразу и прямо тут сдать обратно бутылку вернув дополнительные 10 копеек за таро в 1979 году началась массовая продажа пепси в 73 фирменных киосках в москве какой популярный советский салат готовили из печени в 60-е годы в вагонах ресторанах советских поездов можно было отведать салатик пассажирский он так понравился пассажирам что даже вскоре перекочевал на домашние советские кухни в его состав входили такие продукты обжаренная говяжья печень соленые огурцы и морковь лук и майонез а какой советский шампунь можно было узнать по сладкому конфетному аромату советские дети обожали шампунь кря кря с утенком на тюбике из-за его сладкого конфетного аромата и за то что он не щиплет глазки взрослые тоже с удовольствием или этим шампунем голову какой советский орден был инкрустирован бриллиантами орден победа это главный орден среди советских военных наград за все время его существования он был вручен всего 20 раз кавалеров и того меньше 17 помимо исключительной редкости орден победы является невероятно дорогим ювелирным изделием он сделан из платины и украшен сто семьдесят четырьмя бриллиантами весом 14 с половиной карат без преувеличения это самый красивый и крупный советский орден импортная обувь в ссср была настоящей роскоши а помните какой бренд пользовался огромной популярностью в ссср продукция соломенда в семидесятые восьмидесятые годы пользовалась бешеным успехом приобрести престижную импортную обувь можно было либо в конце месяца либо по блату обычно переплачивая при этом в несколько раз в 1987 году именно тогда в ссср начали издавать журнал бурда моден в ленинграде открылась одно из первых совместных предприятий на базе фабрики пролетарская победа соломенда запустил проект ленвест какая советская поэтесса впервые употребила в своем произведении фразу никто не забыт ничто не забыто никто не забыть ничто не забыто это лозунг употребляющийся применительно к подвигу солдат великой отечественной войны который остался достоянием общенародной памяти впервые эта фраза была употреблена в стихотворении ольги бергольц написанном в 1959 году специально для мемориальной стены на пискаревском кладбище в ленинграде где похоронены многие жертвы ленинградской блокады в дальнейшем риторическая формула бергольц получила широкую популярность многие воспринимают ее как крылатую фразу что это за прибор из советского прошлого это микрофон мд-47 предназначенный для любительской звукозаписи совместно с бытовыми магнитофонами микрофон динамический мд-47 с 1962 года выпускала тульское объединение октава герб какой советской республики изображен на фото это государственный герб эстонской советской социалистической республики он состоит из изображения в лучах восходящего солнца серпа и молота окруженного венком который состоит слева из хвойных ветвей справа из ржаных колосьев герб являлся государственным символом эстонии до 8 мая 1990 года когда верховный совет эстонской сср принял закон о признании недействительным наименование эстонская советская социалистическая республика какие консервы в народе называли братской могилой братская могила такое странное название придумал советский народ для кильки в томате откуда пошло такое название версии на данный счет много одна из самых распространенных это то что все кильки были поломанными и залиты красным соусом ассоциировавшимся с кровью в репертуаре какого советского певца звучало песни королева красоты королева красоты песни композитора арно баба джаняна на стихи анатолия горохова в середине 60-х ее исполнил муслим магомаев находившийся на тот момент на пике популярности песня несмотря на то что ее музыка написана в стиле твиста без проблем попала на советскую эстраду также позже эту композицию исполняли эмиль горовец ренат ибрагимов сосу павляшвили карен мавсисян зара и алексей чумаков алексей сикацкий алексей воробьев владимир кузьмин алексей кортнев с группой несчастный случай хор турецкого и другие как в ссср в 50-е годы называли молодого человека носившего брюки и дудочки желтые ботинки и узкие галстуки стиляги молодежная субкультура в ссср конца 1940-х начала 1960-х годов для которой характерны нонконформизм следование западному образу жизни стилю одежды музыки танцам и прочее а также специфический сленг изначально стилягами становились дети партийных чиновников однако постепенно модную и броскую заграничную одежду стали носить и обычные молодые люди считается что для них стиляжничество было своеобразной самозащиты от нищеты и разрухи послевоенной реальности какого цвета согласно легенде должна была быть пленка чтобы люди на фото получались голыми в 70-х 80-х годах среди подростков ходила легенда что если сфотографировать человека на красную пленку то он получится на снимке голым так мальчишки пугали девчонок а взрослые говорили что это не красная а инфракрасная пленка и что пользуются ею представители спецслужб где снимались заграничные кадры для фильма бриллиантовая рука бриллиантовая рука советская эксцентрическая комедия снятая в 1968 году режиссером леонидом гайдаем один из самых популярных фильмов в истории советского кино заграничные восточные сцены фильма снимались в советском баку в начале фильма показана панорама бакинской бухты только на переднем плане перед камерой специально возведены и смонтажированы стилизованная крепостная стена минарет и купол мечети хамам кто из советских актрис озвучивал зиту и гиту в одноименном индийском фильме зита и гита индийский фильм вышедший в прокат в 1972 году в советском кинопрокате фильм появился в 1976 году и возымел огромную популярность картину посмотрела 55 миллионов зрителей зиту и гиту озвучила надежда румянцева какой сок согласно плакатом которые висели в школьных столовых нужно пить детям чтобы быть стройным и высоким будешь пить томатный сок будешь строен и высок гласил плакат в школьных столовых в ссср он появился в 1936 году анастас микоян будучи наркомом пищевой промышленности посетил с рабочим визитом сша там он побывал на различных производствах и конечно же видел как создаются томатный сок он привез идею в ссср а уже с 1937 года реклама призывала утолять жажду не только водой но и новинкой производства как назывался первый советский персональный компьютер первым персональным компьютером ссср стала машина агат этот компьютер разрабатывался в научно-исследовательском институте вычислительных комплексов и был предъявлен публике на московской торговой ярмарке в июле 1983 года союз нерушимый республик а вспомните о каких республиках шла речь в первом куплете гимна ссср государственный гимн ссср это официальный государственный гимн советского союза принятый в 1943 году гимн начинал со словами союз нерушимый республик свободных сплотила на веки великая русь сколько денег нужно было советскому ребенку чтобы насладиться незабываемым вкусом молочного коктейля а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео молочный коктейль в советские времена продавался во многих магазинах и кафетериях и был любимым напитком и детей и взрослых помните массивные громко жужжащий миксер воронеж а большие металлические стаканы в которых этот коктейль готовился стоило это незабываемое удовольствие всего 11 копеек в некоторых регионах 10 копеек как расшифровывается советское слово совхоз совхоз сокращение от советское хозяйство это государственное сельскохозяйственное предприятие в ссср в отличие от колхозов являвшихся кооперативными объединениями крестьян созданными на средства самих крестьян совхоз был государственным предприятием работающие в совхозах были наемными работниками получавшими фиксированную заработную плату в денежной форме в то время как в колхозах до середины 1960 использовались трудодни а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего она используется москва Напишите в комментариях ваш вариант ответа, что это за устройство и для чего оно используется. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.